Моё дело. Круглый стол о развитии малого и среднего предпринимательства с таким названием прошел в Волгограде. Какие актуальные темы обсудили предприниматели и эксперты? «Предпринимателю необходимо получать информационную и консультационную поддержку, и в том числе правовую». Доходчиво и интересно. Специалисты ВОЗ-вода рассказали юным волжанам о правилах безопасности на воде. Если же вы не сможете позвать на помощь, посмотрели все, здесь есть такие свистки. Вас приветствует информационная служба телеканала МТВ в студии Инна Емельянова. Здравствуйте. Поддержать решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине и защите интересов жителей Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня с этой целью в музее «Панораме Сталинградская битва» собрались известные в России и во всем мире деятели культуры, искусства, науки и спорта в Волгоградской области. И после распада Советского Союза связи между представителями различных его наций и народов оставались очень крепкими. Все они имели общие корни, одну историю. Участники круглого стола вспоминали своих друзей и родных, живущих на всей территории бывшего СССР. Ситуация на Украине на протяжении последних восьми лет никого не оставляла равнодушным. Против моих детей, почему украинцы, это есть и казахская, и русская, если так, и дементические. И как тут разделить, разделить братство украинцев и российских народов, считать, что это кирилл-родиши нет, конечно. Мои казахи не делали. У нас никогда не было противоречий. Мы всегда дружили со многими и белорусами, и украинцами. Это наши братья, наши родные люди. У нас там много родственников, много близких, родных. Поэтому мы всей душой за принятое решение и надеемся, что оно быстро закончится. Решение провести специальную военную операцию по защите Донбасса Владимир Путин принял после обращения за помощью представителей ДНР и ЛНР. Я целиком полностью поддерживаю решение президента, потому что, ну, как вам говорится, это называется военная операция, диагностикация. И это действительно то, что мы это любимое. История нам рассказывает о том, что какие-то послабления или нерешительность приводила к гораздо более чудовищным последствиям. Примером тому Великой Октябрьской революции. Конечно же, все хотят скорейшего решения этого вопроса. И мы могли полноценно вернуться к, как вы сказали, и совместным общим проектам проведения, как спортсмена, хочу сказать, спортивных мероприятий. И чтобы мы также продолжили радоваться друг за другом. Мы все здесь молимся за то, чтобы все это разрешилось и как можно быстрее закончилось. Политики сели за стол переговоров и договорились, искренне надеются, когда соседствуют в дальнейших отношениях. Накал страстей в обществе бывает порой вызван недостатком или сознательно искаженной информацией. Она может ввести людей в заблуждение. Пожалуйста, очень четко относитесь к любой информации, критически. Читайте только официальную, доверенную и проверенную информацию. Желательно из нескольких источников, чтобы понимать. Деятели культуры, искусства, науки и спорта Волгоградской области поддержали решение президента Российской Федерации об оказании помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Они уверены, что действия России завершат конфликт, который властями Украины не решался с 2014 года. Регина Федина, Роман Седлецкий. Время новостей. Сегодня губернатор Волгоградской области на заседании региональной антитеррористической комиссии рассмотрел ряд задач по обеспечению комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области. Глава региона напомнил, что в связи с обострением ситуации, нарастанием террористических угроз и в целях защиты жителей Донбасса, вооруженной силой России по решению Верховного главнокомандующего президента страны Владимира Путина проводят специальную военную операцию. Андрей Бочаров подчеркнул, что антитеррористическая и социально-экономическая ситуация на территории Волгоградской области стабильная. Предприятия организации жизнеобеспечения инфраструктуры и социальной сферы продолжают работу в штатном режиме. Комплексная безопасность в регионе обеспечена. Действует усиленный режим несения службы сотрудников правоохранительных органов, органов власти и местного самоуправления. В связи с необходимостью обеспечения приема и организации пребывания беженцев из Донецкой и Луганской народных республик на территории Волгоградской области введен и действует режим чрезвычайной ситуации. Для дальнейшего обеспечения безопасности Андрей Бочаров поставил ряд дополнительных задач, в том числе отдельное внимание уделить вопросам защиты объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности и транспорта. Необходимо провести встречи с руководителями национальных и религиозных организаций для профилактики экстремизма. Муниципалитетам также поручено провести заседание муниципальных антитеррористических комиссий. МВД России призывает граждан не участвовать в незаконных акциях протеста и не поддаваться на провокации в интернете о призывах к проведению публичных митингов. Дело в том, что в территориальные органы полиции уже поступает информация о появившихся в интернете призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий в ряде регионов. При этом полиция контролирует обстановку и поддерживает порядок на улицах. Напоминая о продолжении действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности. Министерство внутренних дел России призывает граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях. Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям. Предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность. Также полиция призывает граждан предостерегать от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. В понедельник, 28 февраля, школьники из семей беженцев из Донецкой и Луганской народных республик возобновят учебу. Дети будут посещать школы, расположенные в шаговой доступности от пунктов временного размещения в Волгограде. В списке учебных заведений школы номер 61, 102 и 130 Волгограда, номер 6 и 23 города Волжского. Родители подростков оформляют соответствующие заявления. Департамент по образованию администрации Волгограда распределил учащихся по классам и обеспечил всем необходимым для учебного процесса – от учебников до канцелярских принадлежностей. Также новые ученики будут обеспечены горячим питанием. В адаптации детям будут помогать педагоги-наставники и психологи. Поскольку среди прибывших в Волгоград школьников 6 девятиклассников, для них будет организована подготовка к итоговой государственной аттестации. По желанию для детей во внеурочное время организуют и дополнительные занятия. Учащиеся смогут посетить спортивные секции и кружки. 1412 жителей региона заразились коронавирусом за минувшие сутки. Из них 351 – дети. Такие данные сообщает региональный оперативный штаб. В Волгограде – 213 заболевших, в Волжском – 199. Среди муниципальных районов лидируют Фроловский и Котельниковский, где заразились 123 и 120 человек соответственно. Полную картину вы видите сейчас на экране. К сожалению, за минувшие сутки от ковида и его последствий скончались 17 человек. Победить инфекцию смогли 3118 жителей региона. А сейчас краткий обзор самых читаемых публикаций НТВ.Онлайн. Для обеспечения безопасности дорожного движения, для организации работы коммунальной техники в Центральном районе Волгограда начала действовать новая схема транспортной развязки. В течение какого срока она будет действовать? Подробности на НТВ.Онлайн. В Центральном парке культуры и отдыха активными темпами идет строительство аттракциона «Ниагара». Подрядчики обустраивают основание бассейна площадью 600 квадратных метров. Что еще появится на склоне между ЦПКО и нулевой продольной магистралью? И как будет выглядеть водный интерактивный комплекс? Узнайте на нашем сайте. Изготовить домашний оберег и принять участие в интеллектуальной борьбе на знания масленичных обычаев. В Красноармейском районе Волгограда сотрудники музея-заповедника Старая Сарепта подготовили интерактивную программу «Широкая масленица». Какие сюрпризы ждут жители и гостей города, читайте на портале mtv.online. Культовое шоу «Форт Боярд» осталось без полосатых героев. Теперь тигры не будут встречать участников команды в финале игры. Расскажем о причинах такого решения и о дальнейшей судьбе крупных хищников семейства кошачьих. А также, насколько подорожали соль и чай в Волгоградской области и на какие еще товары поднялись цены. Какую тайну космического кинжала Тутанхамона раскрыли японские ученые. Про события на Украине, что ответил волгоградец Прохор Шаляпин писателю и журналисту Михаилу Шахназарову. Удобно, комфортно и экологически безопасно. В Волгограде презентовали новые газомоторные автобусы производства компании «Волгобаз». Плюсы их работы уже оценили жители нескольких регионов нашей страны. В чем преимущество новых машин, которые со временем могут появиться в областной столице, узнала Ольга Цымборович. Небесного цвета автобусы непривычных габаритов. Они разительно отличаются от своих собратьев, в которых передвигались волгоградцы прежние годы. Одно из преимуществ транспорта в их вместимости. Они могут перевозить до 180 пассажиров. Их эксплуатация обходится значительно дешевле дизельных аналогов. Для магистральных маршрутов, особенно маршрутов следующих из южных районов города, это связь Красноармейского с центром. На таких маршрутах, как Двойка, 77-й, 55-й с южных районов, там, где идет довольно большой пассажиропоток в центр, мы считаем, что целесообразно рассмотреть автобусы подобного класса. Транспорт подходит для работы в суровом климате, соответствует требованиям безопасности и экологичности и адаптирован для маломобильных пассажиров. В автобусах нет неудобных ступеней, но зато есть широкие двери, низкий пол. Для въезда на инвалидной коляске предусмотрены откидные аппарели, есть специальная площадка в салоне. В этих автобусах чувствуешь себя спокойно и комфортно. Об этом говорят и пассажиры, и водители. Мягкий, удобный, подвеска мягкая, идет хорошо. И в повороты хорошо входит, то бишь нету такого заноса, идет отлично. Мне вот машина нравится такая, сколько я работаю, прям прекрасно. И самое главное, пассажирам нравится тоже. Главное отличие этого автобуса от своих старших собратьев – двигатели шаттлов работают на газомоторном топливе и соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Такие машины практически безвредны для экологии города. На этот важный аспект обратил внимание и глава города-героя Владимир Марченко во время осмотра автобусов. Эта серия, она может быть на жиженом газе, да? У нас в 2023 году и заправки уже будут, правильно же, на жиженом газе. Завод начнет работать, поэтому, наверное, и как бы мы весь парк будем пытаться перестраивать под жиженый газ. Глава города-героя отметил, для принятия решения о целесообразности использования автобусов особо большой вместимости необходимо учесть все факторы, в том числе пропускную способность городских дорог. Профильным службам предстоит провести ряд расчетов. К изменениям в транспортной схеме Волгограда муниципалитет подготовился, обращая внимание на привязанность маршрутов к местам трудоустройства и досуга жителей различных районов Волгограда. Новые автобусы могут стать составной частью транспорта города-героя, наряду с 56 новыми троллейбусами на автономном ходу, которые закупает администрация Волгограда. Ольга Цымборович, Роман Седлецкий, Время новостей. Сегодня в рамках проекта «Мое дело» в Волгограде прошел круглый стол о развитии малого и среднего предпринимательства. Реализация в регионах национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства, поддержка представителей этого сектора экономики, эти и другие актуальные темы обсудили участники встречи. В мероприятии приняли участие представители областного комитета экономической политики и развития, эксперты и бизнес-консультанты. Сотрудники Волгоградского центра защиты и развития бизнеса «Дело» более 16 лет ведут работу популяризации предпринимательства, как сферы приложения усилий гражданам нашей страны. Специалисты центра реализуют различные мероприятия по развитию личности современного предпринимателя, который создает собственные проекты, одновременно меняя к лучшему и окружающего мир в целом. Не первый раз сотрудники центра «Дело» реализуют социальные проекты при поддержке президентских грантов. Мы определенные объемы закладываем, но самая главная цель – это действительно показать, какие у тебя есть задачи, возможности. В рамках реализации социального проекта «Мое дело» по всей территории Волгоградской области действуют и продолжают открываться центры, которые оказывают правовую помощь субъектам малого предпринимательства в создании и развитии бизнеса. Центры финансовой грамотности в муниципальных районах региона стали тем местом, куда обращаются жители за бесплатной правовой поддержкой. Что в этом году, в 2022-м, что интересно предпринимателям, жителям, какие направления, потому что одной из основных проблем у предпринимателя, он всегда задает вопрос, а я не знал. Вот эти вопросы мы поднимали и не просто для предпринимателей, а для центров правовой и финансовой грамотности, которые созданы в муниципальных образованиях. В рамках обсуждения на практических примерах участники «Круглого стола» узнали об особенностях предпринимательской деятельности и трендовых новинках бизнеса. Благодаря проекту 100 жителей региона открыли свое дело и получили необходимую поддержку. Предпринимателю необходимо получать информационную и консультационную поддержку, и в том числе правовую. И в данном случае эти центры оказывают самую необходимую эту помощь. Благодаря профессиональной поддержке предприниматели способны реалистично оценивать свои возможности в бизнесе, выстраивая верную стратегию развития своего дела. Есть определенное отставание восприятия. Вот там это уже есть. Я тоже много езжу за границей, да, и вижу, а, сейчас вот это я привезу в Волгоград и запущу. В Волгоградской области, по данным реестра в 2021 году, осуществляют деятельность почти 73 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. В регионе выросло число самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства – одно из приоритетных направлений развития сферы экономики Волгоградской области. Илья Власенко, Виталий Грищенко. Время новостей. Сейчас реклама, а потом прогноз погоды. Сегодня ночью и завтра днем. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром и днем небольшой дождь. Временами туман. Ветер ночью и утром восточный 9-14 метров в секунду. Днем северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, плюс 2, днем плюс 5, плюс 7. Днем северо-восточный метров в секунду. В одном из детских садов Волжского уже открыта группа юнги-восвода. Сегодня специалисты Всероссийского общества спасания на водах подарили малышам оборудование для изучения спасательного дела. Если же вы не сможете позвать на помощь, посмотрели все, здесь есть такие свистки. Яркие жилеты и спасательные круги для этих малышей предметы уже знакомы. Воспитанники детского сада номер 2 «Калейдоскоп» участники отряда «Спасайка» специализированной группы юнги-восвода. Уже два года под руководством опытных спасателей и воспитателей дошкольники познают основы правил безопасности на воде. Нельзя баловаться в воде, нельзя подходить без проса к воде. Купаться в спасательном жилете. Дважды в неделю занятия в бассейне, а еще закаливание, дыхательная гимнастика, морское дело и физподготовка. Пилотный проект юнги-восвода в детском саду реализуют под кураторством Волгоградского областного отделения Всероссийского общества спасания на водах на средства президентского гранта. От родителей мы получили поддержку, что они были довольны, что имеется такая группа, что дети будут физически активны, здоровы, потому что все эти данные мероприятия будут закреплять здоровье и иммунитет, что сейчас в нашей стране, мне кажется, немаловажно. Трехлетний проект рассчитан до 2023 года. Для повышения эффективности образовательного процесса малышам юнгам специалисты Восвода подарили инвентарь для изучения правил безопасности на воде. Спасательные круги, линь, мегафон, жилеты, обучающие раскраски и наглядные методические пособия. Они будут учиться подавать помощь. Даже элементарная вещь, как правильно закинуть спасательный линь, конец Александрова, не каждый взрослый умеет. Наши дети, есть даже пятиклассники, которые с первого раза откачивают робот-тренажер, проводят искусственную вентиляцию легких. Мы учим детей спасать свою жизнь, беречь жизнь своих близких, а самое главное при необходимости прийти на помощь. Вода ошибок не прощает. Чтобы предупредить несчастные случаи на воде совместно с коллегами из регионального главка МЧС, аварийно-спасательные службы региона, службы спасения Волгограда и комитеты по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области круглогодично специалисты ВОСВОДА проводят риды, мастер-классы в школах и вузах, разрабатывают памятки для взрослых. Это, кроме того, помогает нам снижать несчастные случаи на водных объектах, но и помогает в воспитании граждан Российской Федерации, конкретно Волгоградской области, с твердой жизненной позицией. Эти люди никогда не пройдут мимо беды, они обязательно помогут. В Волгоградской области зарегистрированы десятки случаев спасения утопающих, когда настоящими героями поневоле часто оказывались подростки. За проявленную смелость первые лица региона выражают им благодарность и вручают почетные награды. Практику обучения детей правилам безопасности на воде в рамках проекта ЮНГИ ВОСВОДА сегодня применяют в двух детских садах Волжского. В дальнейшем этот опыт планируют распространить и в других дошкольных образовательных учреждениях региона. Екатерина Кудряшова и Глеб Волков. Время новостей. Такой запомнилась пятница. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях и делитесь собственным мнением в комментариях. С полной лентой новостей можно познакомиться на нашем информационном портале mtv.online. А на сегодня это все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok